Виртуальный тур Важной чертой Октябрьской социалистической революции было неприятие христианской религии, ненависть к священнослужителям и церквям. Церковное имущество экспроприировали в пользу государства, а в храмах оборудовали мастерские и тюрьмы. В Советском Союзе следствием развязанной большевиками антицерковной кампании явились сносы храмов и расстрелы священников. Заместитель наркомата юстиции, один из организаторов атеистического воспитания в СССР Петр Красиков, аргументировал необходимость сноса церквей тем, что они оскорбляют революционное чувство, портят облик города, придавая ему религиозно-самодержавный вид и не представляют из себя никакой исторической или художественной ценности. Многие знают о разрушенных при большевиках православных святынях, но знания эти ограничиваются несколькими известными и крупными храмами. А сколько таких храмов и часовин находилось только в одном Киеве? Церковь Александра Невского. Построена в 1890 году к 900-летию крещения Руси в неовизантийском стиле по проекту архитектора Владимира Николаева. Разрушена в 1934 году. Никольский военный собор. Построен в 1696 году под руководством архитектора Осипа Старцева на средство гетмана Ивана Мазепы в стиле украинского барокко. В 1831-м храм был обращен в военный собор. Взорван в 1934-м. На месте собора в 1965 году построен дворец пионеров и школьников. Борисоглебская церковь на Подоле. В конце XVIII века рядом с храмом Рождества Предтечи стоял деревянный Борисоглебский храм, перестроенный в начале XIX века. Разрушен в 1934-м. Десятинная церковь. Успение Пресвятой Богородицы на Старокиевской горе. Сооружен в 1828-1942 годах по проекту петербургского архитектора Василия Стасова. В 1928 году церковь была снесена, а в 1936 году ее остатки окончательно разобрали на кирпичи, которые использовались для построек в городе. Церковь Дмитрия Солунского. Никола и Орданская церковь. В 1884 году построен каменный храм русско-византийского стиля в честь Дмитрия Солунского. В 1935-м храм разрушен. На его фундаменте построена школа, в ней в годы Великой Отечественной войны был концлагерь для советских военнопленных. Церковь Сретения Господня. Построена в 1861 году по проекту киевского архитектора Владимира Николаева. При Сретенской церкви образовалось первое женское общество Красного Креста в Киеве. В 1930-е годы храм был полностью уничтожен. Георгиевская церковь. Построена на древних фундаментах старинной церкви времен Ярослава Мудрого на средства императрицы Елизаветы Петровны. Строительство завершено в 1752 году. Разрушено в 1934-м. Воскресенская церковь на Подоле. Построена на средства состоятельных мещан на Подоле в 1695 году на месте старой деревянной, которая здесь существовала еще с 15 века. Саму церковь описал сирийский путешественник и летописец Павел Алепский. Храм снесли в 1934 году и вскоре на его месте построили жилой дом. Церковь святителя Иоанна Златоуста. Построена в 1903 году по проекту архитектора Евгения Ермакова. Церковь потеряла купол в 30-е годы советской власти. Сейчас здесь научно-исследовательский институт истории и теории архитектуры и градостроительства. Часовня в память спасения императора Александра II при покушении 4 апреля 1866 года. Построена в 1870 году рядом со зданием купеческого собрания. Часовня была перенесена в 1911 году в другое место. В 1928 ее разрушили. Церковь Ильи Пророка. Храм выстроен в 1914 году, но освящен в 1918 году. Церковь позиционировалась как храм-церковь героев-участников Первой мировой войны. В 1934 году церковь разобрана. И сегодня на месте храма автостоянка. Церковь Феодора Освященного. Киевский Иерусалим на Лукьяновке. Построена в русском стиле в 1873 году по проекту архитектора Петра Федорова. Точные копии гроба Господня в Иерусалиме и пещерного храма Климента Римского в Инкермане. Сделали храм известным. Разрушена в 1935. Ольгинская церковь. Приходской храм построен в 1839 году. Церковь Святой Ольги изображена на картине Николая Пимоненко «Выход из церкви в Страстной четверг» 1887. Разобрали церковь в 1936 году. До сноса использовалась как общежитие. Часовня Осии Пророка. Построена в 1891 году на Лукьяновке. В честь спасения императора Александра Третьего. Разрушена в 1926 году. Сейчас на месте часовни сквер и памятник писателю Ивану Котляревскому. Богоевленский собор и колокольня Братского Богоевленского монастыря. Богоевленский собор построил в 1693 году на средство Ивана Мазепы московский архитектор Осип Старцев. Уничтожен в 1935 году. На месте собора сейчас находится один из корпусов Киево-Могилянской академии. Храм целителя Пантелеймона на Куреневке. Построен в 1897-1901 года. Храм уничтожен под предлогом реконструкции улицы в 1963 году. Троицкая церковь. Свято-Троицкая церковь появилась на углу улиц Большой Васильковской и Жилянской в 1858 году. Церковь разобрана военными за одну ночь в 1963 году. На месте церкви было открыто летнее кафе. В 1969 году построен первый в Киеве 16-этажный дом. Церковь святителя Василия Великого. Каменная церковь построена в 1707 году за средства генерального судьи Василия Кочубея. На месте древней церкви 12 века, сгоревшей в 1660 году. В 1936 году разрушено. На этом месте построено здание украинского МИДа. Часовня Николая Чудотворца. Построено в 1867 году. В архитектурном стиле «Эклектика» по проекту Павла Спарро. Разрушено в 1935. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. Построено в 1887 году по проекту Владимира Николаева. Церковь снесена в 1935. Сейчас на месте храма лицей номер 21. Церковь Николы Доброго. Храм в честь святого Николая Чудотворца основал в 16 веке гетман войска Запорожского Самойла Кошко в благодарность Богу за спасение из турецкого плена. В 1822 году восстановлена под руководством архитектора Андрея Миленского. Церковь разрушена в 1935 году. На ее месте соорудили школу. Никольский храм «Малый Николай». Церковь Николая Чудотворца построена в 1715 году в стиле украинского барокко. Уничтожен в 1934. Церковь Александра Невского. В 1866 году к усадьбе Сулины пристроили церковь. В 1920 году храм разобрали и превратили в жилой дом. Церковь Марии Магдалины на Шулявке. Построена в 1887 году. Разобрано в 1935. Мы ходим по улицам своих больших и малых городов и часто не предполагаем, что в том или ином месте был храм, где собирались христиане и молились Богу. Можно тысячу раз проходить рядом с каким-либо домом или административным зданием и не знать, что место это свято. С вами были «Витражи». О вере в краска. Посмотрите на табло. Что написано? Это важно. Что надо сделать? Мы-то можем и без этого перетерпеть. А вам вот. Вот.